Всем привет, с вами вновь Андрей Лофф и давайте что-нибудь поделаем в фотошопе. Сегодня должен быть другой ролик, по идее выйти на канале про Gambit, про редизайн, но в понедельник был стрим, был задан очень интересный вопрос от Влада. Я подумал, что этому вопросу и точнее доказательной базе того, что знакомый, который Владу внушал определенные мысли, они не верны, можно уделить целое видео. Итак, суть предположений. Опять же, я не знаю, насколько реален этот человек, но, предположим, есть некий стан дизайнеров, которые утверждают, что визуальная компенсация, либо же, как я это называю, подстройки для того, чтобы у вас конечный блок был эстетичен и смотрелся в глазах конечного клиента, обычного человека хорошо, мол, это долго, так никто не делает, делают техническое выравнивание, крупные компании это не используют, в общем, ты проект никогда не вел, ты этого не знаешь. Андрей вам сегодня не просто докажет это в силу того, что сам я проект веду, в том числе большого уровня, там все это делают, я сошлюсь в том числе нашего очень такого большого известного IT-гиганта, поэтому две вещи. Первое, я докажу, что крупные компании это используют, второе, я вас научу, как их правильно делать. И после этого видео три вещи всегда будут. Если кто-то вам такое скажет, тут три варианта. Первый, человек вам врет, второе, это просто человек, который это утверждает, он просто не знает определенных технических вещей, после этого видео вы это будете знать. Ну, либо же третий, то есть самый пункт, который, конечно, тоже может быть, и он, как по мне, самый популярный. Человек просто ленится это применять, потому что время очень важно. Если вы последний этап, о котором сейчас будем говорить, не делаете, вы просто пытаетесь сэкономить свое время. Профессионалы этим не характеризуются, профессионалы должны делать все от начала до конца. Итак, ближе к делу, давайте сначала я вам покажу, как все это делается, что такое система apt-layout, и потом уже с вами ее применим к более сложным вещам, посмотрим, как же там делать компенсацию. Любой дизайн смело можно поделить, но четыре больших этапа. Предположим, вы хотите создать кнопку, и первая идея, это как раз и есть этап. Вы что-то захотели, то есть у вас в голове есть представление о том, что вы хотите нарисовать, что визуализировать, и вы предполагаете, из каких блоков данный конечный элемент дизайна вы хотите сделать. Ну и предположим, что у нас кнопка с точки зрения классики у нас будет характеризоваться двумя слоями. То есть, первый некий текстовый блок, второй у нас есть некий фрейн, то есть прямоугольник обычный, вот он у нас находится. Мы его, видите, с вами скруглили по краям 84, но чтобы максимально было похоже, что это прям сразу кнопка. Второй этап, это можно называть смело композиция. Это то, как вы выставляете один блок, 2, 3, 5, может там 15, друг относительно друга. Но вот вы, опять же, по классике, вы заводите текстовый блок на этот самый прямоугольник. Вот вы уже получаете визуальный некий фрейм, который можно, в конечном итоге, интерпретировать как кнопку. А вот дальше пошло самое веселое. Следующий этап всех ваших изысканий в дизайне, это как раз выравнивание. И у вас есть действительно выравнивание техническое. Проверяем, что у нас текстовый блок ограничен именно шириной самих букв и выравнивание по центру. Вы выделяете два слоя, делаете выравнивание сначала по горизонтали, делаете по вертикали. Вы получили. Вот это можно смело называть именно механическое, техническое выравнивание, программное, как угодно. То есть оно не учитывает визуальные подстройки. Строчный набор живется тем, что у него доминирующая часть это малая буква, а заглавная буква у него, вот видите, только одна. Но программа делает выравнивание исключительно по виртуальному прямоугольнику, в рамках которых у вас располагается этот фрейм. То, что вы видите буквы, для программы это не важно. Программе важно выравнивание относительно этого вот, видите, синего прямоугольничка. И здесь равноудаление идет на программном мышлении, программной логике от верхнего края границы до края синего прямоугольничка и от нижнего синего прямоугольничка до края границ. Но мы, будучи людьми, видим, что текстовый блок сместился ниже. Что делает человек? Человек копирует это через, ну, мы сейчас копируем на последний этап. То есть четвертый. Это есть как раз проверка, будучи профессионалом, что вы делаете дизайн для человека, и это нужно учитывать. Вы просто выделяете текстовый блок и два раза его на два пикселя смещаете вверх. Вы как раз компенсировали вот этот вот завал именно строчного набора. Сразу покажу компанию, ну, первая, которая не пришла в голову, которая это использует. Надо следующей логикой всегда руководствоваться. Крупные компании, которые дорожат своей репутацией, где действительно работают специалисты, и они рынку показывают, что они профессионалы. Вот любую крупную компанию, практически, возьмите IT, там везде все это есть. Легко это доказать на примере Яндекса. Вот прям первое, что утром мне в голову пришло, давайте-ка я проверю, сделано ли это у Яндекса. Захожу к ним на сайт, то есть можно проверить скорость интернета, и есть кнопка. Вот если вы сейчас видите, как кнопка сформирована, вот верхняя это мои слои, которые я сделал, нижняя это просто принтскрин. У вас есть скопировать буфер обмена, есть у вас высота данной кнопки. Вот как вы видите, все один в один я прям подогнал, чтобы все было по-честному. Опять же, у вас все эти материалы будут, ссылочки в описании, сможете перейти и все это также посмотреть. Вот если вы сейчас сформируете кнопку, вы получите один в один то, что сделал Яндекс. Вот смотрите, у нас есть скопировать буфер обмена, есть у нас подложка, все один в один. То есть при наложении, давайте еще раз я это все сделаю, если мы с вами вот таким образом сейчас смещаем, вы видите, прям один в один все высота, ну видите, тут просто еще одна бодка, одна пиксельная бодка, я не стал делать, все прям один в один. Но что если мы теперь попробуем сделать, то есть вот это как раз вы видите сейчас, последний четвертый этап. Команда прошла этап вот этих визуальных компенсаций, подстроек, она понимает, что делает дизайн для человека. Но что если мы вот этот вот блок, который сформировал Яндекс, мы его как раз сделаем с вами технического равнения, то есть спустимся на этап ниже, давайте здесь сделаем с вами такую серую подложку, и теперь мы выделяем с вами фрейм, то есть вот текстовый блок, вот у нас подложка, мы их выделяем и делаем заново, то есть у нас по центру вроде ничего не поменялось, А теперь мы делаем с вами выравнивание по высоте. Вот мы его делаем, смещаем. И вы сейчас видите, что у нас текстовый блок сместился. Shift-R мы с вами нажимаем. Здесь можно поставить направляющий по оригиналу. Можно посмотреть, что оригинал, который у Яндекса, оригинал, который изначально был сделан, совпадает. А то, что сейчас я сделал именно по техническому выравниванию, произошло смещение на один пиксель. Некоторые сейчас скажут, Андрей, ну что такое один пиксель? В чем ты придираешься? Вот это и момент, что сейчас вы видите очень такую малую каплю вот этих всех визуальных компенсаций. Это всего лишь один пиксель. Но может быть блоки, где у вас будет такая компенсация в 3 пикселя, в 4 пикселя. И это определяет не просто эстетику вашего проекта, это еще определяет само мышление, что вы проходите все 4 этапа. То есть идея, композиция, выравнивание техническое и подстройка визуальной компенсации для людей. И как раз вот дальше вы либо это знаете, вот, например, в Яндексе это знают, вы либо дорожите своей репутацией профессионализмом, либо нет. На примере кнопки легко как раз показать и доказать, что крупные компании это знают и как раз используют и парятся. И изначальный тезис, который был в опросе Влада, что якобы в крупных компаниях это не используется, полностью разбивается практика исследования реального рынка. Поэтому если вам кто-то что-то заявляет, смело идем на рынок, проверяем это на примере крупных компаний, где действительно работают профессионалы, они свою работу знают. Поэтому первый тезис мы с вами разрушили. Теперь давайте посмотрим, что связано с AfterLayout и как в них можно делать подстройки, зная, что такие решения нужно применять. То есть есть техника, я не знаю, как она называется, потому что ее используют. Вообще такие ролики есть на YouTube, я посмотрел. Я называю это грузики, но может быть вы как-то по-другому называете. Те, кто использует, тоже можете в комментариях написать. Через Альт копируем. Что же такое вообще AfterLayout? У вас появляется вот с правой стороны, это как раз пунктик, либо же у вас горячие клавиши Shift-A. Нажимаем Shift-A, вы сейчас получаете автоматические стабилизаторы тех пространств, которые вы определили. То есть если мы здесь сейчас с вами начнем править текстовый блок, например, я что-то буду писать, у нас он расширяется влево-вправо, но при этом расстояние, к которому мы определили отступ текстового фрейма слева-справа, не фиксируется. Вот эта система AfterLayout, которую мы сделали, видите, у нас появился фрейм. Давайте его сразу переименуем, потому что мне нравится сделать всегда точки, чтобы это название не мешало. То есть я сейчас здесь начну что-то менять, например, какой-то текст, у меня те расстояния, которые я определил, они стабилизируются, и они двигаются вместе с изменениями. Когда мы наполняем какой-то блок, исходя из нового наполнения, у нас двигается наше пространство. Но мы сейчас сделали с вами AfterLayout прям в лоб. У нас получается, как программа все это нам определила. Это и есть логика, которую заложили разработчики, но в этой логике зачастую не учитывается как раз эта визуальная компенсация, но ее сделать можно. Если мы сейчас с вами вот так вот наведем, то мы с вами видим самое важное, что у нас текстовый фрейм стал меньше. Ну, тут такова логика. Я ничего не менял. Давайте еще раз. Вот я просто скопирую два слоя, нажму Shift-A, и у меня вот таким образом все это фигма определило. Вот таков алгоритм. Это как раз и есть некое техническое радио, техническое совмещение. Но есть четвертый этап. Мы его с вами уже посмотрели. Вы должны понимать, что здесь нет баланса, и самое главное, вы уже отклонились от того исходника, который вы в голове себе представили. Делать все это очень-очень просто. Ничего сложного здесь нет. Вы рисуете прямоугольничек небольшой, однопиксельный. Вы помещаете его в автолайоут, потому что видите, вот эти синенькие полосочки означают, что вы вот в эту систему скомпилированную, стабилизированную, можете еще слои добавлять. Вы добавляете слой, выделяете через Shift эти два слоя, и у вас появляется возможность сделать еще один автолайоут, то есть либо по горизонтали, либо по вертикали. Shift-A нажимаем, в слоях можно посмотреть, у нас есть внешний автолайоут, а есть внутренний, который состоит из двух слоев. Здесь выбираем не по горизонтали, по вертикали. Далее у нас есть текстовый фрейм и прямоугольничек. Прямоугольничек делается выравнив по центру, и вот тут стрелочкой просто помещаем ниже, ниже текстового блока. Когда вы выбираете вот эту скомпилированную систему автолайоут, у вас появляются здесь отступы. Вы их ставите на ноль, у нас получается прямоугольник, ну и прямоугольник, соответственно, как правило, 1-2, ну, бывает 3 пикселя, но, как правило, вы будете это делать в 1-2 пикселя. Вы можете теперь регулировать за счет как раз вот этого прямоугольника высоту и, ну, тем самым проверяя, насколько у вас высота фрейма работает правильно. Сейчас мы только на кнопки посмотрим, потом мы все это применим к будем сложной системе, как это работает, исходя из общей идеи. Вы можете пересовместить, ну, и четко проверить, что у вас есть автолайоут, вы можете его смещать, и вот таким образом, именно не за счет движения текстового блока, а за счет дополнительного грузика, вот видите, у нас получается ровно 3 пикселя мы здесь получаем, вы получаете то, что изначально запланировали в голове, именно, чтобы показать конечную эстетическую систему для конечного клиента. После того, как все это выставлено, а вы сейчас видите, что у нас совмещение идет один в один, то есть мы сделали все то же самое, только с темой автолайоут, вы просто кликаете через Ctrl на фрейм и сдаете белый цвет. Все, у вас получилась идеальная кнопка. Теперь она чем характеризуется, что если вы сейчас будете здесь текстовые блоки менять, ну, предположим, что-то еще писать, у вас двигается, исходя в том числе с визуальной компенсацией вот этой. Мне сейчас кто-то может сказать, Андрей, ну, это же получается какой-то некий костыль. Мы добавили прямоугольник вроде как в блок, который должен, исходя из нашей теории, быть сформирован всего два слоя. Это совершенно не так. В дизайне есть блоки необходимые, есть необходимые. Любой вектор, который мы вставляем, по факту нами воспринимается как некая иконка. Просто одной мы можем дать сюжет, другой нет. То, что мы с вами сделали и то, что мы сейчас дальше будем делать, фактически можно представить в виде очень простой системы. У вас есть, представьте, некая картинка, есть текстовый блок. Вот между ними есть расстояние. Вот с точки зрения визуала мы, по идее, подразумеваем, что здесь ничего нет, здесь какое-то пространство. Но что, если мы здесь поставим с вами просто обычную иконку? Это и есть прямоугольник, который мы ставим. Минус, плюсик. Вот у нас появляется строка. И мы можем с вами смело совместить, видите, синий прямоугольничек от круга, это как раз площадь, которую у нас кружочек формирует, с синим прямоугольничком от текстового блока. И дальше таким образом, по идее, через этот кружок мы можем их совмещать. Вот видите, четко они идут. И это и есть та подстройка, которая, по идее, ну мы и так делаем всегда ее на уровне отступов. Но в данном случае After Layout, пока еще фигме это не сделано, чтобы можно каждый был отдельное расстояние править. Мы можем это использовать именно для того, чтобы фиксировать расстояние. И сейчас, когда мы будем перейдем к более сложной системе After Layout, и мы там будем использовать эту кнопку, вы увидите, как все это работает. Поэтому это ни в коем случае, ни какой-то там костыль, ни какой-то лишний элемент. Это как раз очень важная иконка графика, которая делает четвертый этап. И верстальщику с высокой колокольни каким образом делать в два слоя или в три с этим прямоугольником. Это та же самая система After Layout, которую вам предлагает фигма. Только она двойная. И вы ее смело можете использовать. Давайте теперь посмотрим, как же все это работает на примере более сложных решений. Давайте мы здесь с вами удалим кнопку и совместим. Ну точнее, как она у нас здесь есть. Единственное, что я вам сразу советую, если вы делаете такой прямоугольничек, делать его небольшим, потому что кнопка, ну просто уменьшайте его, ну там в районе, может быть, делать ширину 20 пикселей. Теперь давайте вот эту кнопку After Layout мы используем и сделаем более сложную систему в стабилизационных расстояний. Через Альц с вами все это скопируем. Но кроме того, что нам кнопка не нужна, мы ее уже отсюда возьмем с вами. У нас есть Frame, у нас есть текстовый блок. Это у нас будет заголовок. Сейчас мы его наполним. Дальше у нас есть информационный блок. Давайте вот таким образом подставим. Сделаем, ну мы сейчас произвольно сделаем отступы, но опять же, они очень важны для понимания того, что сейчас будет делать After Layout по умолчанию. И почему даже здесь мы будем делать с вами подстройки и определять правильность отступов. И вот нам здесь требуется кнопка. Но кнопку мы уже здесь с вами возьмем, именно ту, которую мы сформировали в системе After Layout. Также подставляем ее левее, ну и можем с вами сделать отступ. Вот мы с вами получили. Вот из этой всей конструкции системы сейчас можно сделать опять же After Layout, то есть стабилизировать все блоки. И в зависимости от наполнения каждого блока будет туда-сюда сам блок гоняться. То есть если я сейчас вот здесь еще раз введу какие-то буквы, у меня текстовый фрейм никак не взаимодействует с другими. А мы как раз хотим, чтобы эта система Out Layout нам дала возможность, чтобы если мы что-то меняем, у нас как живой вот этот вот организм, все туда-сюда бегало. Исходник мы с вами сохраним, черезальт продублируем, и вот здесь вот эти вот четыре блока, видите, у нас получается четыре слоя в панели слоев. Можем их на самый верх вынести, Ctrl, Shift, твердый знак на клавиатуре. Кликаем с вами Shift, А. Что мы сейчас с вами увидели? Вы сейчас видите в чистом виде опять же логику, сам алгоритм фигмы. То есть он не то, что не идеален, он верен с точки зрения технического какого-то осмысления этого алгоритма. Но мы с вами делаем дизайн для людей, и мы должны проверить и пространство, расстояние, которое мы хотим донести. Если мы сейчас наложим все это один в один, давайте мы здесь через Alt уменьшим и сделаем наложение. Вот мы наложили. Вы видите, что у нас расстояние прыгают. У нас вроде как мы их можем вот здесь регулировать, ставить там 26, больше. Вот вроде мы сейчас совместили с вами какие-то блоки. Вот видите, первая буква D совпадает, но дальше нижний информационный блок поплыл и кнопка. То есть у нас нет тех расстояний, которые мы изначально планировали. Давайте мы назад цвет вернем. И тут то же самое применяется, та же самая техника грузиков, которую вы прошли. Все это делается очень-очень легко. Возвращаем с вами на 100%. Следующие этапы. Первое. Вы уменьшаете просто расстояние от 100. Вы ставите на 0. Вы их будете определять сами. Вы их будете определять ручками. Но вот с помощью кружочков держите в голове, то, что мы сейчас будем подставлять. Но надели это прямоугольник. Shift 0. Ну и поехали. Давайте только с вами фрейм сразу переименуем в точку. Теперь прямоугольничек. Вот у нас получился. Мы его просто перемещаем вот сюда, в автолайл. Это вот синякие полосочки. Говорят, то, между какими блоками вы можете его поместить. Сначала мы должны определить расстояние между картинкой и заголовком. Поместили. Здесь делаем выключку по левой стороне. Замечательно. И делаем с вами белый цвет. Здесь определяем расстояние. Вот мы его теперь можем сами двигать, регулировать. То есть я убежден, фигма в будущем такое сдаст. То есть может быть сейчас уже над этим работают. Но пока этого нет, вот можно смело пользоваться этой техникой. То есть вы добавляете нужный важный вектор для того, чтобы он определял те расстояния, которые вы хотите донести. Дальше через Alt здесь копируете. Ну вот смотрите теперь, как вы эти расстояния хотите сбалансировать. Вот у нас есть одно расстояние, отступ. Давайте сделаем здесь расстояние. Вы его можете также уменьшать. То есть они могут быть независимыми. Здесь один прямоугольничек уменьшили. Ну можно здесь в панели слоев делать. Здесь также прямоугольничек чуть уменьшили. Вот таким образом. Смотрим с вами, насколько у нас данное расстояние балансное. В случае чего всегда можно править. Всегда. То есть изначально нужно определить конечную композицию с конечным выравниванием, именно человеческим. Потому что дизайн мы делаем с вами для людей. Но после того, как мы сейчас все это сделаем, мы сейчас с вами сделаем наполнение, чтобы совсем выглядело более реалистично. Здесь еще бы я блок уменьшил. Поставим здесь значение 19. Вот определяете изначальную систему. Как только вы ее подберете, дальше все будет просто. Дальше вы просто будете копировать и заниматься только наполнением. Теперь через Alt копируем здесь прямоугольник. Ну и собственно давайте так здесь определим расстояние, чтобы оно у нас смотрелось хорошо с теми прямоугольничек, которые мы уже определили. То есть кликаем и чуть-чуть увеличиваем. То есть видите, у нас блоки отделяются вот этими самыми грузиками, вот этими вот самыми беленькими прямоугольниками. Ну смотрим здесь. То есть опять же я просто показываю сам пример, каким образом вы можете это выставлять. Вы определяете ровно те отступы, те расстояния, которые вам нужны, исходя из общих правил и концепции вашего сайта. Потому что мы сейчас просто делаем такую синтетическую разработку. Ну давайте сейчас чуть-чуть еще уменьшим. Вот поставим там 26. Все, мы определили. Вот предположим, нас это устраивает. Вот мы хотим теперь это подвергнуть наполнению, чтобы это выглядело как реальный блок. Здесь с вами копируем, то есть через Alt в сторону. То есть вот это мы систему выставили, а теперь давайте займемся с вами наполнением. Делаем сразу, чтобы у нас было два фрейма, чтобы они нас определились. Также делаем с вами отступ. Ну и поехали. Первое, нам нужно сделать картинку добавить. Берем с вами картинку первую, копируем здесь, Ctrl-V вставляем и определяем с вами заголовок. С Википедии возьмем просто произвольный какой-то текстовый блок. Ctrl-C скопировали, здесь Ctrl-V вставили. И удалим, определим только здесь три строчки. Как вы видите, у нас текстовый блок один двигается за другим. Давайте еще раз подставлю. Исходя из наших текстобилизаторов, то есть мы теперь можем просто вставлять необходимый текст, необходимую картинку, а сама система будет подстраиваться. И этим как раз и хорош автолейаут. Но опять же, что там для этой ручной подстройки. Здесь также давайте вставим текст. Ну пусть будет таким. Ну а здесь мы кнопку можем с вами подробнее поставить. Подробнее. Есть. Ну и давайте здесь сделаем то же самое. Нам нужна картинка. Давайте с вами скопируем картинку. Ctrl-V. Здесь нам требуется кадрирование. То есть мы с вами должны правильно сделать кадрирование. То есть у нас идет увеличение на самую главную часть фотографии. Сделали с вами правильное кадрирование. И также наполним с вами текстовой информацией. Берем здесь другой какой-то текстовый блок. Ну и поехали. Также наполним. Здесь у нас три строчки. Ну давайте здесь там сделаем четыре. Чтобы просто понимали, как эта система автолейаута работает. Давайте здесь тоже удалим точку. Как будто это единая фраза. Здесь также Ctrl-V. Вставляем. Ну опять же, текст можно определить, чтобы он друг за другом шел. Но предположим, он будет короче. Потому что вы не знаете до конца, какие текстовые блоки пойдут. Ну и здесь тоже подробнее напишем с вами. Подробнее. Все. Вы получили готовые системы с готовым, по идее, наполнением. Если бы у вас было со стороны заказчиков клиента, которые дальше можете давать наверстку. Во всех этих системах есть три дополнительные иконки. То есть раз иконка, два иконка, три иконка, которые определяют. Ну вот видите, синий фрейм совмещен с данным. Здесь тоже они совмещены. Здесь прям один друг за другом идет без каких-либо отступов. Эти прямоугольники и определяют визуальную подстройку и эстетику в глазах конечного клиента. Крупные компании и хорошие команды это знают и применяют. Если вы это не используете, у вас еще раз три пункта, три дороги есть. Первый просто не знали. Вот теперь вы знаете, применяйте. Второе. Вы просто ленитесь. Ну тут значит надо просто изначально другой взгляд на профессию сделать. Ну либо третье. Вас кто-то обманул. Вы в это уверовали и транслируете другим. Это видео я хотел вам записать для того, чтобы вы поняли, что дизайнер отличается именно вот этим. Мышлением. Если мышление есть, за ним идет дальше реализация. Если мышления нет, в том числе технических знаний в программах, то можно сколько угодно веровать в какие-то там фразы, в какое-то мнение, только это никак не связано с реальным рынком. Всем вам желаю хороших проектов. Все проходите, все четыре этапы. У вас должны быть ваши идеи обоснованные. Дальше у вас должны быть композиции, которые вы хотите донести до клиентов. Потом у вас должны быть технические выравнивания. А потом визуальные компенсации, либо же мне это нравится называть подстройки. Используйте вот эту технику грузиков для того, чтобы у вас эти визуальные компенсации были всегда сделаны правильно. И сдавайте ваши вот эти вот системы, тоже которые сделаны через AfterLayout, именно правильно, чтобы все пространства определили именно вы, а не за вас логика программы, которая может быть сейчас еще не до конца доработана. Но у вас уже есть инструмент, чтобы это все поменять. А дальше, я думаю, фигмы все это подправят. По-любому будет возможность, чтобы каждое отдельное расстояние между двумя блоками можно было регулировать индивидуально. И тогда вот это вот подставлять прямоугольнички, чтобы все эти иконки нам не придется. А на сегодня это все. С вами Бандрилов. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok